Итак, всем привет! Apple выпустила операционку MacOS Ventura 13.1 И здесь есть некоторые нововведения Ну, начнем с приложения Freeform Все мы знаем приложение Trello То есть это для составления каких-то планов, каких-то заметок Apple выпустила, как говорится, свою адаптацию Вот у нас доска Мы можем здесь прикрепить стикер Поменять цвет стикера, допустим Шрифт, то есть все, размер шрифта, размер самого стикера Нажав два раза, мы можем писать Например, если вам надо прикрепить изображение Любое, вот пожалуйста, вы берете на рабочем столе изображение И перетаскивать Можно располагать по всей доске То есть как вам угодно, как вам удобно Изменять масштаб Также можно из медиатеки добавить фото-видео То есть вот медиатека наша Так, далее Добавление предметов разных Например, вот Символы, допустим Если вы завершили работу, вы можете поставить, например Пометить, что вы завершили работу То есть вот такая интерактивная доска Что у нас тут еще есть Ну это разные значки Предметы Писать можно Просто текст выбрали Шрифт, тут все есть Вот Также можно фото, снять фото на iPhone Сканировать документы, добавить зарисовку То есть все можно делать И добавлять файлы Документы, файлы Изменять масштаб этой доски То есть мы можем изменять масштаб Вплоть до 400% Отменять масштаб под размер содержимого Вот Скажем так, вот Контент план Вот допустим Допустим, вот как это можно сделать Live captions, к слову, еще Не выпустили Перевод текст Речи в текст А мы уже сняли 25262 Просто я забыл пометить, скажем так Freeform может синхронизироваться с вашим iCloud Также на iPhone Под управлением iOS 16.2 Мы можем открыть Freeform Вот то, что я создал на компьютере только что На Mac Синхронизируется здесь Все изменения Также стикеры Также можно менять размер Цвет Добавить еще один Вырезать, копировать, установить защиту Стиль Описание Даже Опишите заметку Переименовать, дублировать Избранное найти То есть все, можно Скрыть сетку Можно Просто был чистый лист Можно писать Здесь можно даже рисовать То есть Помечать Можно Ластиком стирать То есть Вот И это все синхронизировалось Сейчас На нашем Mac Давайте посмотрим Да, видите Сразу синхронизация Прошла Успешно iPad, iPhone, Mac То есть Все это синхронизируется Между устройствами В iCloud Также есть Общие доски То есть Совместная работа С людьми Вы приглашаете в общий доступ И эта доска доступна Другому пользователю С его телефона Также это работает с FaceTime Поехали дальше С Freeform мы закончили Я могу это вот удалить Удалить Поехали дальше Все слышали нашумевшую новость Выпущена Apple Music Sync То есть Это Караоке режим Для Айфона Скажем так В Apple Music Можно убирать голос Мы музыку Не будем включать Потому что Авторские права То есть Мы включаем песню Потом Нажимаем Текст Точнее С этой песней Что-то не работает А, она новая С новыми песнями Не работает Или работает Но не со всеми Новая песня Оно такое Вот Допустим Песня У нас текст Мы можем нажать на кнопочку И потянуть вниз И у нас Минусовка То есть Мы можем подпевать Мы можем петь Сейчас пойдет текст Ну давай Вот То есть Данная функция С помощью мощности Айфона И нейронных сетей Убирает голос Из песни В реальном времени В Apple Music Функция доступна На Айфон 11 И новее На Айпад 9 И новее Что касается Линейки Айпад На Мак Это не завезли Также Доступна На Apple TV Под управлением TVOS 16.2 Я очень жду Это на Mac Это интересно Отключить можно Apple Music Вот таким образом И слушать дальше Песни Поехали дальше Еще пару слов Про Apple Music Синг То есть Ну Apple Переизобрела Karaoke На самом деле Мне это очень 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 сильно Как-то Понравилось Я надеюсь Что это будет Улучшаться В полной мере Функция Не работает В режиме Энергосбережения То есть Если у вас Включен Режим Энергосбережения У вас Это работать Не будет Обязательно Режим Энергосбережения Должен быть Отключен Также Хотелось бы Расстроить владельцев iPhone SE Второго поколения iPhone SE 2020 Да У него процессор Такой же Как в iPhone 11 Apple A13 Bionic Но К сожалению Из-за того Что мало Оперативной памяти Функция Работать не будет Функция Очень требовательна На ресурсы Мощности И энергии iPhone Функция Задействует Мощность Самого Устройства А подавление Звука Вокала Реализуется Благодаря Нейроядрам На самом iPhone То есть К сожалению iPhone SE 2020 То есть Второе поколение В пролете Также Мелочь Или нет Вот Я сейчас Не знаю Насколько Это мелочь Но мне Это очень Сильно Понравилось Apple TV Плюс Открываем И у нас Здесь Вот Такой Вот Плеер То есть Было У нас Все Внизу А теперь У нас Громкость Здесь И Большая Кнопка Play То есть По сути Как на iPhone И режим Картинка В картинке Тоже Мелочь А приятно Вот так Это выглядит Мы делаем На весь Икра Вот такое Обновление Система Работает Хорошо Ждем 13.2 Apple Еще Выпустила Не все Функции Для компьютеров Mac Заявленные В Mac Osventura Всем пока До встречи В новых Роликах